История Брестской областной стоматологической поликлиники началась в далеком 41-м. За несколько месяцев до начала войны в кирпичном здании было открыто зубопротезное отделение. А уже в полную силу поликлиника начала работать через 8 лет после окончания Второй мировой. С тех пор прошло 60 лет. За это время поликлиника успела зарекомендовать себя как одно из лучших стоматологических учреждений области. Сегодня в историческом здании работает порядка 135 сотрудников, а за первые полугодия текущего года было зафиксировано более миллиона обращений пациентов. Это говорит о том, что болезни полости рта продолжают играть в первую скрипку среди других недугов. Помню еще на лекции у нас как-то, как только профилактика началась, профессор Мельниченко спросил, сколько у вас, говорит, есть у кого здоровые зубы. Ну это был первый курс. Встало два человека. Вот из этого и получается, что 2% только здоровых зубов. То есть распространенность кариеса получается 98-99%. Ольга Сергеевна Гуща борется с приемами полости рта, а заодно и со страхом своих пациентов уже около 10 лет. За это время врач-стоматолог сумела не только в совершенстве овладеть премудростями своей профессии, но и стать настоящим психологом для тех, кого звук бормашины вводит в полуобморочное состояние. Самое верное в этом случае, считает Ольга Сергеевна, перебороть страх и доверить свои 32 профессионалу. Тем более, что в случае с больным зубом терпение может привести к серьезным последствиям. Порой бывают такие нюансы, что пациент думает, что вот эти вот разрушенные зубы, они помогают ему, хотя они инфицируют весь организм, боли суставов, заболевания сердца. Это все вот наши микроорганизмы, которые мы проглатываем, вот так вот банально не дочищая зубы в полости рта. И вот ожидание этой боли, наверное, вот, наверное, и есть ошибка. История знает случаи, когда знаменитые личности боролись с зубным налетом весьма нетрадиционным способом. Так Мао Цзэдун любил жевать чайные листья, наивно полагая, что это избавит его от зубных недугов. В итоге у 97% китайцев, ему подражавшим, наблюдался целый букет болезней полости рта. Поэтому, чтобы не повторить печальный опыт жителей Поднебесной, следует воспитывать культуру гигиены полости рта с рождения и не бояться садиться в стоматологическое кресло. Тем более, что современное техническое оснащение и качество пломбировочных материалов гарантируют не только восстановление зуба, но и его длительную сохранность. На данный момент идет обновление материально-технической базы, производится мелкотекущий ремонт. На данное время мы заменили практически весь парк стоматологических установок. У нас сейчас абсолютно новое стоматологическое оборудование. Что касается новинок, мы приобрели эндомоторы новые для пломбирования каналов. Постоянно следим за развитием, поступлением новых пломбировочных материалов. Пациенту надо донести, что его стоматологическое здоровье, его здоровье зависит прежде всего от его самого. А мы помогаем, направляем его в том, какие надо сделать ему определенные манипуляции. Даже в лечении кариеса, эндодонсии, лечении каналов. И такой момент, как пациенты многие не понимают, удаление зубных отложений, зубного налета. Простая чистка, как ни банально, она спасет его. Ведь дешевле профилактировать, предупредить заболевания, чем уже мы лечим какие-то осложнения заболевания. Сегодня в век высоких технологий, в том числе и в стоматологии, не стоит уподобляться англичанам 19 века, которые считали, что лечить зубы нет смысла и удаляли их еще в совсем молодом возрасте. А на свадьбе одним из популярных подарков были вставные зубы. Современные доктора давно разработали спектр простых и эффективных правил ухода за полостью рта. Чистить зубы два раза в день, использовать зубную нить и полоскать рот вторсодержащими растворами. Наконец, раз в полгода посещать стоматолога. Вот они, краеугольные камни не зубного налета, а белоснежные здоровые улыбки.